Всего дня мы Победитель этого сражения известен Русские бьют поляков вторым народным ополчением Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин освобождают столицу от оккупантов Так в 1612 заканчивается смута Период между династиями Рюриковичей и Романовых И начинается новая эпоха, которая продлится больше 300 лет Бойцы покинули поле брани Площадь у Омской крепости превратилась в средневековый интерактивный аттракцион Юных омещей получают стрельбе из лука Мастерству фехтования нас же интересуют более Взрослые игрушки Пойдем и посмотрим, на что способна средневековая огнестрельная орудия Ядра в день народного единства не запускают Пушки заряжены порохом Для залпа на праздники хватит и мешочка такого Общее, что в показательных, что в боевых выступлениях Слаженность бойцов Каждый артиллерист находится в пределе Зачем столько людей на одном оружии? Для скорости То есть один не справлялся с этим? Втроем будет быстрее Главный пушкарь отдает команды, ерыги это делают быстро Соответственно, производится выстрел Обычная пушка одна Ну, это было неправильно Было несколько пушек На самом деле, их не ставишь с рядами, как ручницы Потому что их было крайне мало Основные были на зданиях То есть в полях такую, на самом деле, тяжело таскать за собой Ружья также веса приличного От 7 до 9 килограммов Прицел, говорят реконструкторы, был интуитивен При стрельбе пол убирали То есть оружие направлялось в сторону противника И в момент выстрела закрывалось Поэтому шапка с богатой довольно опушкой Чтобы не обожгло Реконструкцию того времени организуют служилые люди Сибири Нынешний воевода, однофамилец героя 1612-го, Минин Василий делится В этом году в реконструкции участвует 80 человек На 20 больше, чем в прошлом По меркам страны, эта военная зарисовка одна из самых больших Наше большое, считаем, достижение У нас примерно всегда на фестивале Четверть состава это совсем молодые ребята 16-18 лет Ну вот из-за них какие-то такие трения возникают, да, неточности Но им очень интересно, они быстро втягиваются Ну потому два дня, порядка пяти репетиций Организаторы фестиваля надеются, что через несколько лет битва будет выглядеть значительно масштабнее За год удается сшить около 20 костюмов Вместе с ними и участников прибавляется Такими темпами есть вероятность, что площади у Омской крепости скоро не хватит Мы находимся на фестивале, посвященному реконструкции 1612 года Так, я опять сбился Ну сколько можно, Коля, Троиз? Ребят, забирайте его Эй, вы так не договаривались, Дим Проводите свободное время с реконструкцией и цените свободное время ваших коллег Этот режиссерский танец с текстом Тургенева Строится на резких поворотах, но с почтением классики Главные герои и сюжетные линии романа «Отцы и дети» сохранены Меняется только оптика Постановщик Людмила Исмайлова убирает в сторону школьные учебники С привычными лекциями о конфликте поколений и борьбе старого и нового И высвечивает на сцене Пятого театра другую историю О хрупкости человеческой жизни Отчаянные споры либералов, консерваторов и нигилистов Могут прерваться мгновенно И выглядеть одинаково ничтожно Когда и те, и другие окажутся у последней черты Ценность человеческой жизни Я вижу в ней И в этом я вижу главную повестку на сегодня Мне кажется, это утрачено во многом Жизнь стала как-то очень легко отниматься И как-то мало кто ценит Базаров сам не понимает, насколько он ее ценит Отрицая смерть, она приходит и отрицает тебя Умирать страшно У меня такое чувство, что мы забыли об этом сейчас Хочется напомнить, что это страшно Чтобы напомнить о вечности, авторы постановки отказались от исторической достоверности и бытовых деталей Жанр спектакля заявили как хронику пробуждения И выстроили на сцене фантазийное пространство Специально под главного героя По замыслу режиссера действие происходит в воспаленном сознании Базарова Зрители оказываются то ли во сне, то ли в болезненном бреду студента Евгения С мучительными рефренами разговоров и видений За костюмы и декорации отвечал лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» художник Альберт Нестеров Решивший, что этот театральный сон должен быть цветным, вернее цветочным Все произведение пронизано цветами Читаешь, читаешь, и цветочек сорвала, цветочек передала, приладила куда-то и так далее Я вот это видел Прямо Тургенев тыкал и тыкал, что цветочки, 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 цветочки Сто раз В самом знаменитом романе Тургенева ирония и трагедия перемешаны Дети, поначалу так воинственно отрицающие ценности отцов, неизбежно повзрослеют и в точности повторят их путь Его не успеет пройти только главный герой Базаров из-за роковой случайности Но история его друга Аркадия Кирсанова докажет Конфликт поколений не так уж и велик в разрезе всей жизни Эта роль – подарок для артиста, признается Егор Лебакин Его персонаж до и после встречи с Базаровым – два разных человека Интересно играть, когда персонаж меняется Когда вот в плане Аркадия это очень ярко, очень сильно меняется человек Он воспитывался в любви, любви отца к матери, дяди к княгине И для него женщина – это как какой-то недосягаемый идеал Просто он относится ко всем женщинам как к богиням И потом, соответственно, когда в университете появляется Базаров, он с ним знакомится Соответственно, вот эта любовь к миру и ко всем, она отходит на задний план Может, конечно, он и несчастный, тебе виднее, но дурь из него еще не вся вышла Что победит на сцене пятого – любовь или война идей – можно узнать на ближайших показах премьерного спектакля «Отцы и дети» 8 и 9 декабря Не знаю, как вас, но меня классическая музыка никогда не оставляет равнодушной Она всегда вызывает самые разные эмоции – от страха до восхищения Но как и почему это происходит? Давайте разберемся Для этого мы пришли в Омскую филармонию на концерт гимн любви Со сцены звучат произведения композиторов эпохи романтизма Яна Сибелиуса, Эдварда Грига, Петра Чайковского За пультом – Михаил Голиков Художественный руководитель и главный дирижер Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, почему музыка всегда так эмоционально цепляет зрителя? Ой, слушателя! Ну и зрителя тоже, вы абсолютно правы Ведь те, кто приходят в зал, они же не только слушают, они и наблюдают за музыкантами И, кстати, это очень важный ключевой момент От того, как музыкант сам чувствует, сам эмоционально выкладывается Настолько и зритель чувствует свое воздействие эмоционально Человек способен не просто раствориться, а вот стать частичкой этой музыки, частичкой этой эмоции Наверное, за этим мы, музыканты, и работаем всю жизнь, с самого детства Чтобы приносить вот эту, как медиуму, возможность От той идеи, которую создал композитор Перекинуть этот мостик, вот эту вот незримую ниточку натянуть И иногда, извините, но это уже мое дирижерское представление Надо за нее так дергать чуть-чуть зрителей и слушателей Чтобы он чувствовал ту эмоцию, которую, безусловно, мы, каждый музыкант на сцене, переживаем В гимне любви романтично солирует скрипка виртуоза Гайка Казазяна Такая музыка вызывает эмоции даже у животных Однажды, ну, так сказать, в тесном кругу, да, в компании Просто игра для друзей, скажем так, дома И там была собака, и я вот заметил очень интересный момент Когда я играл вот просто какое-то произведение Все тихо слушали, и собака в том числе А когда что-то очень эмоциональное И как-то я чувствовал, что действительно вот в этот момент от меня что-то исходит Именно в смысле энергии Тут же собака начинала мне, так сказать, подпевать Забывать, да, то есть вот это интересный был момент И я действительно тут еще раз убедился в том, что Это не просто звуки, которые выходят Не просто музыка, а это именно некая энергия, некий посыл Говорят, что классическая музыка позволяет вырабатывать дофамин Который отвечает за счастье Вы это чувствуете? Абсолютно Как раз музыка позволяет достичь этого момента счастья Потому что в музыке всегда есть очень много переживаний и страданий Но есть какой-то момент счастья Пускай потом это счастье окажется очень краткосрочным И в итоге там все герои умрут, как в театре Только в музыке не будет как бы этой точки, как в театре Там вот упал, занавес Это счастье может продлиться Особенно в инструментальной, в симфонической музыке То есть, ну, казалось бы, история, не знаю, Ромео и Джульетта Закончилась достаточно печально у Шекспира А вот у Чайковского в его увертюре фантазии В конце звучит какой-то мажор такой Что иногда даже хочется подумать, что Чайковский просто переписал Шекспира Он изменил ему финал Но это не так Это слишком простой взгляд Он вот утвердил этот момент счастья Он сделал его вечно Наверное, вот эти моменты счастья Я их переживаю каждый раз на сцене И действительно, и выходишь ты на сцену Потому что очень хочется, чтобы эти переживания моментов счастья Они ушли в зал И позволили человеку тоже выйти после концерта И сказать, господи, я пережил момент счастья ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подписывайтесь на наш канал Большие гастроли Обладатели и лауреаты «Золотой маски» колесят по стране Проект «Лучшие спектакли в городах России» Это возможность увидеть самые оригинальные и знаковые постановки Фестиваль создавался после развала Советского Союза Как, будем говорить, театральное движение по стране Раньше были большие гастроли Потом уже, чуть позже Фестиваль, кстати, вот этот вакуум заполнил Самое главное, что Стали выезжать с этим фестивалем В регионы Свои спектакли в Омск привезли соседи-новосибирцы Их постановки стали лауреатами «Золотой маски-2022» Аудиальный перформанс «Скоромысли» Обрушивает на зрителя тяжелый пласт фольклорной культуры Актрисы во весь голос поют о том, что принято замалчивать Это все равно такая тенденция Потому что время идет И все художники и художницы по максимуму пытаются избавиться От вообще имперских вот этих замашек Больше обращают внимание на свои какие-то национальные особенности Поэтому мне кажется, что сейчас Как буквально там два или три года назад Все вдруг как-то начали формулировать смерть И как-то о ней говорить О своих потерях говорить И здесь то же самое Очень здорово, что все начали идентифицироваться Внутри одной большой страны И поэтому внутри этой страны Есть очень много разных работ О культурных вот таких отличиях Для актеров и режиссеров «Золотая маска» не просто фестиваль Это признание их таланта критиками и коллегами Ведь чтобы держать высокую профессиональную планку Нужен ориентир Профессиональная публика видит Мне кажется, чуть больше Ей не так легко понравится Поэтому нужно как бы Приложить максимум усилий В общем, чтобы это состоялось Осенний марафон «Золотой маски» В Омске завершился Но уже весной следующего года На сцене нашего драматического Свои лучшие постановки покажут Артисты из Москвы и Санкт-Петербурга Уважаемые дамы и господа Мы рады приветствовать вас в этом замечательном гараже Что это? На потрясающей игре аббревиатура букв которой КВН Прямо сейчас начинается игра старичков Нет, мы начинаем КВН Мы начинаем КВН На сцену звездного легенды Омского КВНа выходят с азартом Кажется, только вчера они развивали свою веселость и находчивость В реальности прошло много лет За 25 лет первый раз вот так вот все собрались, представляете? У зрителей сводят олдскулы По звездам Омского КВН скучали Свободных мест в зале нет Хочу обратиться ко всем смотрящим это видео Вы почему не здесь? Вы почему сидите, диванные эксперты? Здесь будет юмор и драйв сегодня Здесь собираются легенды Омского КВН За звание лучших борются 11 команд Они давно знакомы и поэтому с радостью отпускают колкости в адрес соперников Сегодня кубок поколения Омского КВН И все команды шутят про то, что они очень давно не играли в КВН Они старые уже, дряхлые старики А мы еще, надеюсь, молодые Поэтому будем шутить про то, что у нас еще все впереди Битва поколений КВН Престарелые люди решили повеселиться Да, тряхнуть стариной кто чем может У кого что осталось Чем трясти будете? Покажите Это же нельзя, это же телевидение Расскажите, пожалуйста, почему сегодня вы решили провести свое время здесь? Дело в том, что мы соскучились по омскому зрителю И мне кажется, омский зритель чуть-чуть заскучал вообще в целом Есть ощущение, что надо взбодрить юмористическую движуху в городе Омске Вот мы поэтому решили сделать такой камбэк в прошлое Немножко зайти в одну воду дважды И сегодня повыступать, тряхнуть стариной, так сказать Сколько вы не выступали? Последний раз мы командой Полиграф Полиграфыч выступали в 2015 году Семь лет мы не выступали Баллы подсчитаны, время подводить итоги Большой Лис в золотом в этот раз достался Полиграф Полиграфычу Но другие хотят реванша и обещают новый концерт Как всегда, Уголи! Спасибо за свои обуви! Спасибо, что пришли поиграть! Спасибо за все это сделать! Спасибо большое! Пойдет команда в четыре человека Ну давай ты пойдешь И вы в троих Тихо! На горизонте появился Мишка Гвадь Тимур и его команда всматриваются в горизонт в ожидании первых зрителей К премьере спектакля по повести Аркадия Гайдара в Лицейском театре готовились основательно Одежду, предметы быта и другие отголоски эпохи СССР искали на антресолях у родственников и просили помощи у зрителей Советское время, это 40-й, 39-й год Такое сложное время, когда была одинаковая у всех одежда, которую сейчас уже практически нет И поэтому, естественно, перерывали дедовские шкафы, платья бабушек доставали, искали это все Сейчас, мне кажется, все то же самое, времена всегда одинаковые, люди немного меняются Поэтому какой-то, возможно, команды такой не хватает Аванс-сцену литературной гостиной Лицейского превратили в штаб-квартиру тимуровцев В главных ролях юные актеры первой студии театра Здорово, атаман! Да вот к тебе навстречу Герои нашего времени это те же самые тимуровцы Тимур, он правильный, он командир И это мне на самом деле было очень трудно воплотить командира Вот всех собрать, организовать вот эту всю команду из там ста человек Представляете, это там какая была шайка, можно сказать Да это ж много По замыслу режиссера, эта постановка не детская история со счастливым концом Несмотря на антураж, отсылающий ко временам пионеров Герои этого спектакля больше похожи на современных волонтеров Ведь добрые дела и альтруизм нужны и нашему времени На сцене Омской филармонии бьют в там-там Юные вокалисты школы Кристины Шериной разогревают, гипнотизируют Миссию увлечь служителя выполняет и начинающая вокалистка Таисия Никитенко Выступать на большую аудиторию для нее главная награда Я сначала пришла, не попадала в ноты Теперь я хотя бы иногда слышу то, что я вру Мне очень нравится тут Мне очень нравится то, что я пою Ну вот, все в этом духе Нынешнее лето и осень для арт-школы были продуктивными Выпускники поступали в престижные музыкальные училища Дети выступали на известных площадках Даже этот концерт проводят сразу после возвращения из столицы Участвовали в большом музыкальном фестивале Несмотря на то, сколько внимания собирают дети От звездной болезни у Кристины Шериной вакцина есть Дети, конечно, все разные, все разные Но всех стараюсь воспитывать одинаково Ну, чтобы была, конечно, у нас хорошая дисциплина Это очень важно Я всегда говорю, по дисциплине можно узнать лицо школы Поэтому я работаю с детьми над этим Помогать вокалистам взялся молодой оркестр Детской школы искусств номер 6 Трубить басами и выдувать медь начинали без певцов Концерт запланировали еще летом К совместным репетициям приступили в сентябре Мы уже достаточно давно взаимодействуем У нас уже было несколько концертов совместных Поэтому для нас это как бы, ну, как дополнительный опыт Несмотря на то, что вроде бы они похожи, да, все мероприятия Но в итоге все равно какие-то моменты для себя И, в принципе, для коллектива Подчеркиваешь, да, и выносишь Какие уроки вынесут молодые вокалисты и музыканты Можно следить по их концертам Главное — внимательно вглядываться в афишу Всем привет! Меня зовут Николай Еленко Сегодня расскажу о том, куда точно стоит сходить на этой неделе Дружочек, твоя бывшая передавала тебе привет У нее все отлично, видел ее в QR-баре в компании довольной публики Напомни о себе Приходи на акустический концерт группы «Твоя бывшая» И покажи, кого она потеряла Бывшие хорошо, но порой нужно двигаться дальше И сорвать, вкусить, но ни за что не выбрасывать большое яблоко В этом арт-пространстве играют джаз Только для нас, мои фанатки Ладно, я размечтался, для всех Виниловые пластинки, подделки ручной работы и манящий глаз Картины ждут нас В этой вывеске «Бэйби и Гранд Синьоры» Ради такого мощного анонса я готов заглянуть на танцевальный чемпионат Сибири и конкурс красоты «Мисс Дэн Сайберия» Два в одном И английский, и танцы Кажется, там не хватает только нас с вами 13 ноября в Омске приземлится не лето Невывозимая любимка, которая, если тебе будет грустно, позовет провожать закат Своей карьеры Шутка Парень молодой, популярный Самое время пострелять в сердечки в его компании А еще у нас глухарь Простите, Максим Аверин С авторским моноспектаклем «Научи меня жить» Не путайте постановку с творческим вечером И тогда Максим Аверин подарит вам новые впечатления На победу в конкурсе репостов и сет из роллов не рассчитывайте А чего еще вы хотели с таким поведением под грядущий Новый год? Нужно ставить больше лайков, подписываться на свободное время и проекты телеканала «Продвижение» И можете написать в комментариях, что из этого выпуска понравилось вам больше всего Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok